Телеканал КРТ представляет Масштаб происходящих бунтов в Штатах можно понять, только предположив, что смерть Флойда сыграла роль спички, поднесенной к пороховой бочке. В качестве попытки анализа ситуации я приведу одну, а потому, разумеется, субъективную точку зрения американского писателя и журналиста Рода Дрэра, пишущего для французской Ле Фигаро. Дело в том, что его статья «Вся Америка стала университетским городком» созвучна моему убеждению, что хуже либерализма может быть только левый либерализм. Цитата. Мы наблюдаем кончину старой либеральной Америки, исчезновение разделения на правых и левых, а также идеалов, которые долгое время несли обе стороны. Дональд Трап, конечно, стал катализатором этого процесса, но его приход к власти тоже является плодом разложения либеральных ценностей. В другом лагере левые отказались от либерализма в пользу политики расовой и сексуальной идентичности. Конец цитаты. Автор указывает, что именно в университетах многие годы продвигались идеи о том, что черные являются жертвами угнетения и что их гнев оправдан. Причем никакие разумные аргументы против не принимались. Цитата. Сегодня все это получило отражение в виде охваченных огнем улиц наших городов. Когда молодой мэр-левоцентрист Миннеаполиса решил отдать полицейский участок активистам, которые разграбили и сожгли его, он стал еще одним леволиберальным политиком в длинном списке тех, кто бросил наши институты на растерзание возмутителям спокойствия. И далее. От руководства Ельского университета, которое допускает в кампусе разгул бешенства студентов, до мэра Миннеаполиса, который приказывает оставить полицейский участок, всего шаг. Конец цитаты. И завершает свой материал дрер событием, ставшим одним из мемов происходящего. Цитата. Сейчас, когда волна ужаса растекается по всем уголках страны, СМИ пытаются с переменным успехом взять под контроль отображение фактов и представить бунтовщиков в привлекательном свете. Журналист CNN стоял на углу улицы Миннеаполиса, пока за его спиной шли тысячи демонстрантам. И когда он описывал происходящее как веселую процессию, в него полетела бутылка. Конец цитаты. Кстати, брошенной бутылкой дело не ограничилось. Протестующие разгромили местный филиал CNN. Ну что тут скажешь? Видимо, именно так и выглядит черная неблагодарность. И, судя по всему, весь CNN пережил в этот момент неподдельный испуг. Ибо нет иного объяснения тому, что один из ведущих журналистов телеканала, Донни Салливан, выпустил материал под заголовком «Да, в Миннеаполисе есть дезинформация» и «Нет, не во всем виновата Россия». Да, это тот самый О. Салливан, который в 2016 году делал разоблачительные материалы о фабрике российских троллей из Санкт-Петербурга, подогревавшие страсти вокруг убийства афроамериканца все в том же Миннеаполисе. И что же случилось с ранее бесстрашным Донни? Он заявил буквально следующее. Цитата. Далеко не каждый смутьян в социальных сетях подчиняется приказам, отданным личным президентом России Владимиром Путиным. Любое государство способно сделать то, что сделала Россия. И многие уже этим занимаются. Однако, тем же самым могут заниматься и садовые интернет-ролли, которые живут в соседнем доме, и которые так поступают, руководствуясь некими политическими мотивами. Или просто потому, что им нравится подчинять другим боль и страдания. Конец цитаты. Ах! Рука! Его пытали! Как же я раньше не догадалась! Боже мой! Впрочем, коллеги О. Салливана по СНН, видимо, стыдясь его оппортунизма, бесстрашно предоставили слово бывшей советнице по национальной безопасности, президента Обамы Сьюзен Райс, которая заявила, что за продолжающимися по всей Америке беспорядками может стоять Россия. Вот чем мне Америка Трампа напоминает СССР Горбачева, так это способностью самостоятельно довести все до абсурда. Помощнику президента США по национальной безопасности Роберту О'Брайену показалось недостаточными обвинения в подстрекательстве и раздувании протестов в адрес России, Китая и Ирана. И 31 мая он заявил американской телекомпании ABC, что некоторые страны, включая Зимбабве, являются иностранными противниками и пытаются использовать нынешние протесты в США, чтобы вмешаться во внутренние дела страны. Правительство Зимбабве восприняло это, извините за неполиткорректность, как черный пиар и вызвало посла США в Хараре. Судя по сообщению зимбабвийской газеты The Herald, министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Сибуси Камойо заявил послу США, что эти претензии наносят серьезный ущерб взаимным отношениям и без того сложным из-за многолетней дипломатии карательных экономических санкций. Цитата. Даже перед лицом неоднократного вмешательства в наши внутренние дела Зимбабве неизменно поддерживает статью 2 в скобках 4 устава ООН, которая настоятельно призывает все государства-члены уважать суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость других стран. Продолжая тему шаблона изображения черных как жертв многовекового угнетения, приведу вам пример того, что представляет собой типичный либерализм головного мозга при освещении протестов в США. Вот датский корреспондент издания «Берлингске» Микаэл Бьорре, нарушив, кстати, комендантский час, введенный в Миннеаполисе, вместо созерцания за акцией протеста сам оказался в гуще событий. Цитата. Обернувшись, я обнаружил, что метрах в десяти бежит офицер, наставивший на меня оружие. По телу у меня пробежали мурашки, а в кончиках пальцев закололо. Я подумал, что мне конец. Я инстинктивно поднял руки вверх, и он пробежал мимо. А я ринулся к своей машине, уселся в нее и во весь опор погнал прочь. Как уже было сказано, это была моя собственная вина. Было уже после восьми, наступил комендантский час, а офицер во всей этой неразберихе, клубах слезоточивого газа, темноте, среди потоков агрессии просто не мог отличить меня от демонстранта. Но зато он, несомненно, мог видеть, что я белый, а не черный. Может, это и не сыграло никакой роли, но позже я никак не мог избавиться от мысли, что все могло закончиться иначе, если бы я был темнокожим. Конец цитаты. Ну, что сказать, журналистская догадка, как информационный повод для написания материала. И получение гонорара. Пот, которого, по-видимому, никто и не собирался трогать, нашел-таки способ заподозрить выполнявшего свой долг полицейского в расизме. Впрочем, с другой стороны, расовая сегрегация и стирание грани между расовой и классовой борьбой в Соединенных Штатах также несомненно. Прежде всего, за исключением небольшой богатой прослойки, афроамериканцы проживают в худшем жилье, получают худшее образование, пользуются худшей медициной, нежели белые того же достатка. Не говоря уже о черных гетто. Очень важный момент. Даже принадлежащие к одной конфессии белые и черные ходят в различные церкви. Иное до сих пор относится к разряду исключений. Богатые черные в абсолютном большинстве привержены корпоративной, а не расовой солидарности. Пример Обамы вообще некорректен. Его отец не был афроамериканцем, то есть потомком рабов, а по белой линии своей матери он вообще принадлежит к англосаксонской аристократии, восходящей к английскому королю Эдуарду Первому. А если кому недостаточно такой глубины, то прямыми предками Барака Хусейна Обамы были Ярослав Мудрый, Владимир Креститель и так далее до Рюрика. Так что он с детства воспитывался как белый, причем с прицелом на государственную карьеру. И в то же время черный радикализм нередко ищет выход в форме черного ислама или даже черного иудаизма, причем последний нередко тоже носит ярко выраженный антисемитский характер. И, к слову сказать, полное отсутствие расизма или сегрегации, присуща в США только крайне левацким организациям с анархистским уклоном. Свою точку зрения на причину бунтов во множестве городов США выразил президент США Дональд Трамп, который после поджога протестующими в Вашингтоне церкви святого Иоанна, в которой минимум по разу молились все президенты США, начиная с Джеймса Мэдисона. В своем твиттере он пообещал внести наиболее активного и заметного участника бунтов организацию Антифа в число террористических. Цитата. Соединенные Штаты признают Антифа террористической организацией. Конец цитаты. Пас от шефа мгновенно принял генеральный прокурор Уильям Берр, сделавший буквально через несколько часов заявление о беспорядках и внутреннем терроризме. Цитата. Насилие, спровоцированное и совершаемое Антифа и другими подобными группами в связи с беспорядками, является внутренним терроризмом и будет рассматриваться соответствующим образом. Конец цитаты. Необходимо отметить, что в обвинениях Антифа в терроризме уже давно нет элемента новизны. Так, еще в августе 2017 года на сайте Белого дома была зарегистрирована петиция с призывом признать Антифа террористической организацией, которая за отведенный месяц собрала 368 тысяч подписей вместо положенных 100 тысяч. Так, с 10 апреля по 10 мая сего года рекордные 681 тысячу подписей собрала петиция с призывом к расследованию деятельности фонда Билла и Мелинды Гейтс за медицинскую халактность и преступления против человечества. Имеет ли возможное объявление Антифа в США террористической организации отношения к Украине? Как ни странно, да. Ведь в этом случае филантроп-вредитель Джордж Сорос вместе со своим фондом «Открытое общество» и его филиальной сетью метастазов вполне может оказаться лицом финансирующим террористическую организацию. Во всяком случае сторонники Трампа, да и похоже сам президент США, уверены, что Сорос финансирует Антифа через группу «Альянс за всемирную справедливость». А значит, в Украине появится шанс провести масштабную десарсизацию власти, очищаясь от лиц, финансируемых спонсором террористов. Впрочем, часть аналитиков считает, что замысел Дональда Трампа не удастся реализовать. Анализируя ситуацию с юридической точки зрения, американское издание Slate в статье «Почему Трамп не может назначить Антифа террористической организацией» указывает, что Антифа, прежде всего, не является организацией как таковой. Это, цитата, «свободная коалиция людей и групп, которые ведут агрессивную мобилизацию против крайне правых экстремистских движений, особенно жестких сторонников белого превосходства». «В Антифа имеются также анархисты, часть из которых участвуют в акциях протеста ради вандализма и насилия с общей целью уничтожения и дестабилизации». Правда, здесь нужно отметить, что попытка сохранить объективность со стороны пролиберального и антитрамповского издания, входящего в один холдинг The Washington Post, свидетельствует не в пользу Антифа. Оказывается, там имеются некие анархисты, которые занимаются вандализмом и насилием ради уничтожения и дестабилизации. То есть, как минимум, экстремисты в Антифа присутствуют, при этом сама так называемая «свободная коалиция» от их деятельности не отмежевывается. Далее Слэйд приводит критерии для внесения государственным департаментом организации в разряд террористических. Во-первых, организация должна иметь характер группы и базироваться в основном за рубежом. Во-вторых, субъект должен заниматься террористической деятельностью, и до сих пор все террористические организации из списка Госдепа совершали нападения, повлекшие смерть. В-третьих, эта террористическая деятельность должна представлять угрозу интересам национальной безопасности США. Цитата. Честно говоря, адвокат для Антифа и Слэйд получился никудышным. Ибо если вопрос состоит только в отсутствии политических убийств, то, во-первых, журналисты могут просто об этом не знать. Во-вторых, для птенцов гнезда Сороса Дональд Федорович вполне может сделать исключение. И что самое интересное, убийства уже были. Согласно британскому изданию The Spectator, которое пересказывает полицейскую хронику, вечером 28 мая, цитата, в Портленде, группа бутовщиков окружила машину с пассажирами и открыла по ним огонь, ранив одного человека. Водитель сумел уехать, но раненого пассажира пришлось везти в больницу на лечение. В Окленде из проезжавшей по дороге машины был открыт огонь по двум сотрудникам федеральной полиции, охранявшим правительственное здание. Один полицейский был убит, а второй получил тяжелые ранения. На следующий день в Сиэтле боевики Антифа в масках украли винтовку из полицейской машины, а потом подожгли ее. Конец цитаты. Так что с признаками терроризма у Антифа все в порядке. Так что, скорее всего, главной проблемой для Трампа может оказаться отсутствие закона о том самом внутреннем терроризме, который упомянул генеральный прокурор Берн. Хотя нынешний президент США далеко не всегда обращает внимание на такие мелочи. Но вот на что сегодня следует обратить внимание американскому истеблишменту, так это на реакцию его самого верного европейского вассала – Польши. В одной из самых популярных газет «Ржечь Посполита» появился материал под непривычно нелояльным заголовком «Имидж Америки рушится». Автор материала Ежи Хощинский пишет, цитата, «Соединенные Штаты в последние недели стали источником выразительных кадров для СМИ всего мира. К сожалению, дело не в том, что в других странах недостает хороших фотографов и операторов, а в том, что в Америке сейчас есть что документировать». Конец цитаты. При этом журналист начинает описание событий, подрывающих имидж Штатов даже не с убийства чернокожего правонарушителя. Цитата. «Сначала мы увидели ужасающие последствия пандемии, запечатленные на снимках, с орвами для гробов безымянных жертв или с гигантскими ангарами, которые превратили в полевые госпитали». И далее. «Главная держава мира, лидер в науке и медицине, вышла с большим отрывом на первое место в печальных списках. Почти 2 миллиона зараженных, более 105 тысяч умерших». Конец цитаты. Конечно же, в таком контексте сложно не согласиться с автором, который утверждает, цитата, «В обычных условиях общественность потряс бы уже один вид горящего собора в Вашингтоне, который на протяжении двух веков посещали все президенты США. Но сейчас эта картина конкурирует со множеством других». Конец цитаты. «Завершается материал, можно сказать, вызовом в адрес светоча мировой демократии». «Такую картину рисуют сотни, тысячи, миллионы фотографий и видеороликов, которые разлетаются по традиционным СМИ социальным сетям. Так выглядит альбом о современной Америке. Имидж Соединенных Штатов, центра западной цивилизации, рушится на наших глазах. Получится ли его восстановить? Не пора ли нам задаться вопросом, можно ли возлагать на США все надежды, связанные с нашим будущим и безопасностью». Конец цитаты. Честно говоря, я сам обалдел от этого материала. В газете симпатизирующая право консервативной правящей партии «Право и справедливость». Ведь если даже поляки ставят вопрос, стоит ли на США возлагать свои надежды, значит, крысы с этого корабля сбежали намного раньше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова